Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Перед ним у нас еще много макроэкономических отчетов. Прежде всего мы с вами ждем статистику по штатам. И, соответственно, под конец недели, как я вас и готовил, у нас есть еще данные по инфляции, которые изначально расценивались нами в качестве очень весомого аргумента для покупки доллара, поскольку мы намереваемся, планируем и хотим увидеть хорошую статистику. По крайней мере, я аргументирую это тем, что для роста были созданы все условия, да и в соответствии с прогнозом, который сейчас значится как медианная оценка большинства экспертов и аналитиков, у нас есть основания рассчитывать на прирост индекса потребительских цен, данных по инфляции за прошлый месяц на 0,2%. Параллельно, конечно же, посмотрим на базовое значение индекса потребительских цен, которые не учитывают энергоносители и продукты питания, и попробуем найти больше поддержки для доллара. Но, как вы знаете, снова у нас вмешался фактор таких геополитических рисков, самый настоящий форс-мажор, который пока что не дает американцу возможности насладиться вот этой статистической поддержкой. Мы, будучи заложниками этого новостного фона, понимаем, в глубине души осознаем то, что доллар должен расти, но также знаем, что на фоне спроса на защитные инструменты, которые традиционно являются проявлением поведения трейдеров по факту тех рисков, которые сейчас являются основными, скажем, заголовками СМИ, это эскалация напряженности между США и Северной Кореей. На таком фундаменте доллар, при всем уважении к статистике, не сможет расти, тем более претендовать на переписи локальных недельных максимумов. Но мы, наверное, будучи фундаменталистами, как никто другие, умеем ждать, поэтому этот новостной фон, надеясь на здравомыслие все-таки и руководство властей Северной Кореи и США, не будет эскалирован до, скажем, точки невозврата, которая в конечном счете может привести к самым настоящим военным действиям. Поэтому в качестве новостного фактора, спекуляций, слухов, пока что эта тема, безусловно, интересна, но, возможно, уже на следующей неделе интереснее будет постепенно снижаться. У нас появится снова с вами шансы обратить внимание на статистику, которую мы накопили очень много по доллару, и эта статистика должна привести все-таки к определению позиции этого актива. Плюс ко всему, друзья, мы продолжаем следить за прочими инструментами. Каждый день на нашем ежедневном брифинге мы их озвучиваем, мы анализируем совместно с вами общими усилиями интересные события, которые влияют на тот или иной инструмент. И, конечно же, нас больше интересует не только реакция в моменте, но и то, есть ли в каждом проявлении такого устойчивого фундамента сигналы, либо какие-то предпосылки рассчитывать то, что этот новостной фонд будет оказывать влияние на инструменты и дальше. Фундаментальный анализ – это долгосрочный анализ, поэтому мы с вами строим долгосрочные инвестиционные идеи. Давайте начнем, как всегда, с нефти. Клоус вчерашнего дня 52.80, сейчас инструмент торгуется на уровне 52.71. В частности, анализируем вчерашний день для рынка черного золота. Ну, мы говорим с вами традиционно про бренд, но обычно такая же коррелирующая связь и аналогичное поведение показывает и американский сорт WTI. Вчера мы видели, как после двух дней снижения начала этой недели котировки выбрались на положительную территорию в плюс и снова оказались и выше 52 долларов за баррель, то есть этот уровень снова у нас поддержка, а не сопротивление, и смогли закрепиться даже выше планки 52.50. Соотнося динамику рынка нефти с тем, что у нас было интересного в рамках торговой сессии, это, конечно же, правительственный отчет. Поэтому по факту уже тех данных, которые мы видели, можно сказать, что именно статистика от Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки по запасам нефти США и объему добычи оказала определяющее воздействие на вчерашний спрос на нефть. Вот, согласно опубликованным данным, запасы нефти США снизились на 6.4 миллиона. Это уже, по-моему, седьмая неделя подряд, когда запасы нефти снижаются. Параллельно вышел отчет еще и по запасам бензина. А вот запасы бензина выросли на 3.4 миллиона. Честно говоря, друзья, первоначальная реакция, которую мы увидели, это реакция распродажи нефти по факту этого отчета. Правда, эти распродажи продлились недолго. Но почему трейдеры стали продавать? Ну, потому что рост запасов бензина – это сигнал постепенного завершения летнего сезона полученной активности автолюбителей, когда традиционно увеличивается и растет, поддерживается на очень высоких значениях показатели спроса на продукты, на углеводороды. И как только этот сезон минует, мы вступаем уже в другой осенний-зимний период, когда запасы начинают аккумулировать, расти. Традиционно этот период оказывает давление уже на котировке нефти. Действительно, август, все-таки время неуклонно движется вперед. Конечно же, середина уже августа практически скоро завершится. И этот месяц мы с вами вернемся к тренду старых добрых релизов, которые из недели в неделю имеют очень большой потенциал, чтобы поддерживать нашу коррекционную позицию, то есть нашу ставку, направленную на ослабление нефтябки. Я отметил то, что первоначальные реакции были распродажи, но что же выступило таким компенсирующим? И не то, чтобы даже... Что поспособствовало последующему росту котировок нефти? Это параллельно вышедший отчет, следует буквально по запасам, по объему добычи нефти в Штатах. Так вот, объемы производства снизились на 7 тысяч. Это, конечно же, ерундовый показатель, учитывая то, что за неделю мы можем легко прибавить 30, даже больше тысяч барлей в сутки. Я советую медведям ни в коем случае не расстраиваться, не видеть в этом какой-то фактор такого долгосрочного обстоятельного фундамента, который должен способствовать дальнейшему росту котировок нефти. Это та статистика, которая, возможно, оказывает влияние на настроение трейдеров, но только в моменте, потому что долгосрочно нужно исходить из тренда. По тренду, как вы знаете, по росту объема добычи у нас свидетельствует о том, что этот год будет закрыт на многолетних хайер по объему добычи, и Штаты будут претендовать, да и по-прежнему претендуют на то, чтобы приблизиться по объему добычи к планке в 9,7-9,8. И все еще довольно актуальными являются ориентиры, амбициозные планы, выйти на показатели добычи в 10, собственно, миллионов. Хотя сейчас эти идеи нам стоит просто озвучивать, но пока за них не цепляться, потому что объемы добычи должны все-таки расти более динамичными темпами, что мы будем дать на такой высокий показатель. Помимо статистики, росту котировок нефти способствует еще и слабость американца. Я уже в начале брифинга отметил то, что причина слабости американца – это геополитические риски, которые традиционно уводят трейлеров в защитные активы. В данном случае очень большим спросом пользуются сейчас золото, пользуются сейчас доходности, точнее, не доходности, конечно же, а в целом активы американского рынка долга, то есть американские трежи. Спросом пользуются иен и швейцарский франк. Вы можете посмотреть буквально под мелком, что происходит в последние дни, когда тема именно эскалации напряженности обсуждается всеми, кому не лень с этими инструментами. Они активно растут и сдерживают, соответственно, укрепление американца. Помимо геополитических рисков, помимо статистики и, собственно, слабости доллара, на что мы сейчас можем обращать внимание по нефтям. Это, конечно же, на те отчеты, которые грядут еще до конца недели. У нас Baker Hughes традиционно тот релиз, который закрывает неделю в 20.00 по московскому времени, завтра он выйдет в случае сохранения тенденции увеличения числа нефтяных терминалов. Но в данном случае, правильнее будет сказать, возобновление тенденции, потому что в прошлый раз у нас был спад на одну единицу. То есть, если сейчас количество терминалов вырастет на 5-6, чуть больше, единиц, то мы снова будем говорить о штатах, как главном регионе, который сдерживает именно рост котировок нефти. По факту прошедшей встречи именно технического комитета в Абудабе, как вы уже прекрасно поняли, каких-либо серьезных изменений в действующей договоренности не было внесено, поэтому документ остался в прежнем формате. Ливия и Нигерия пока что не участвуют в соглашении энергетического пакта, но может быть когда-нибудь присоединяться к нему, когда уже цены на них будут, не знаю, в районе 40, может быть ниже долларов за, соответственно, баррель. Поэтому, отталкиваясь от прежней редакции документа, мы помним, что тех усилий, которые сейчас направлены на ребалансировку рынка, недостаточно, нужно снижать производство более высокими, скажем, показателями, более стремительными темпами. Сейчас эту идею пока никто не поддерживает. И, кроме того, даже текущее исполнение договоренности под очень большим вопросом, потому что очень многим регионам поднадоел тот факт, что они соблюдают условия и обязательства, при этом цены на нефть никак не реагируют тем ростом, на который они рассчитывали. Ну, я согласен с тем, что пострадать здесь явно может сам моральный дух, тем более, что те регионы, которые участвуют в этой сделке, безусловно, их благополучие, как экономик, зависит от высоких цен на нефть и от объемов добычи. И не получая никаких бенефитов и преимуществ первым, да еще и ограничивать производство, ну, это, конечно же, то, что подрывает уже и вредит национальным интересам. Поэтому никакой критики в адрес тех регионов, которые сейчас уже не так активно исполняют свои обязательства, нет. Но для нас это лишь дополнительный сигнал того, что нужно продавать нефтянку, поскольку на рынке, помимо локальных факторов поддержки, нет никаких долгосрочных, опять же, оснований, чтобы говорить о том, что низкие цены на нефть, либо какое-то медвежье прошлое, оно так и останется. Прошлое мы уже по нефти не увидим, столь минимальных и низких значений. Российская валюта 60.06, все без изменений в целом. Я хотел начать даже брифинг с того, что пробежаться по основным инструментам, валютным парам, по нефти, по рублю, и в целом констатировать то, что ничего существенного не произошло в плане динамики. Рынок сейчас находится в состоянии безидейности, но, наверное, идеи все-таки есть на роговле, но эти идеи сдерживаются вот этими форс-мажорными, новостными факторами, как ситуации и взаимные угрозы между Северной Кореей и США. Поэтому участники рынка, которые уже научены опытом, насколько эти темы состоятельные на рынке, насколько они могут, собственно, корректировать долгосрочные планы, в этот период предпочитают просто сохранять спокойствие, ждать, пока ситуация успокоится, уляжется и потом уже возвращаться к тем, опять же, идеям, к тому направленному трейтингу, который поддерживался до этого. Ну и даже если мы с учетом этого новостного фона будем констатировать ценовые значения, котировки и уровни, мы лишь сможем убедиться в том, что вчерашняя торговая сессия – это день, может быть, и повышенной платилисти для некоторых активов, но в целом завершение дня, окончание торговой сессии было зафиксировано практически на тех же самых уровнях, с которых мы в день и стартовали. Доллар японская иена. Здесь снова нужно говорить про статистику, здесь нужно говорить про позитивный, фундаментальный фон в плане макроэкономических отчетов, потому что вслед за очень сильными данными по рынку труда. В прошлой пятнице у нас эта неделя стартовала с сильных релизов по доверию бизнес-оптимизма и по, собственно, количеству вакансий от отчета Джолсова. Я думаю, что вы помните, мы на него вчера обращали внимание, я отметил рекордные показатели, точнее, я предположил то, что по количеству вакансий у нас рекордные показатели сейчас. На самом деле предположения были верными, действительно, это максимальное значение, что лишь позволяет сделать еще один дополнительный, может быть, кому, а может быть, никому уже не нужный, поскольку никто не сомневается. Вывод в том, что рынок труда США прогрессирует. Вчера производительность труда – это одна из проблем, признаю, для штатов, но, судя по статистике, это проблема, которая очень спешно разрешается, поскольку производительность труда выросла со мной целых 0,1% за прошлый месяц, до мной целых 0,9%. Плюс ко всему, у нас вчера снова выступление представителей ФРС было, это Булларда и Эванса, будто бы, придерживаясь одной программы и позиции, идеи, которую нужно озвучить рынку, они в унисон оба сообщили о том, что сентябрь – это самое подходящее время для начала сокращения баланса. В принципе, это те сроки, на которые мы с вами также и ориентируемся. Также, по их мнению, инфляция будет в районе 2%, то есть достигнет целевого значения в перспективе в ближайших полутора лет, это тоже в соответствии с нашими ожиданиями. В целом, было бы больше оптимистичных, опять же, комментариев по состоянию национальной экономики. А вот касательно процентных ставок, было лишь праза о том, что экономика находится в хорошем состоянии и при сохранении, опять же, хорошего фундамента, при сохранении прогрессии на рынке статистики. Третье повышение процентной ставки миновать не удастся, и как минимум в декабре оно будет озвучено. Доллар был, пытался на этом выкарабкаться с минимальных значений, вот, к сожалению, все равно он вынужден обхаживать сейчас поддержку и сопротивление, которое периодически меняется. Это 110 йен за одного американца. И почему? Потому что уже неоднократно я отметил эту эскалацию напряженности. Действительно, сейчас она входит в какую-то, мне кажется, неправильную фазу. Не хотелось бы говорить про то, что очень много трог можно наломать и можно миновать вот эту точку невозврата, но я все-таки рассчитываю на то, что это понимаем не только мы, но и, собственно, и руководство, и Белый дом, собственно, и руководство Северной Кореи. Ну, хотя вот, судя по последним заявлениям, особенно вот по заявлению о Северной Корее, которая сообщила буквально несколько часов назад о том, что они разрабатывают план ракетного удара по близлежащей территории американской базы вблизи Кулах. Соответственно, если это случится, друзья, ну, я думаю, что вы все люди, которые прекрасно мыслят и делают выводы из подобных событий, это ни к чему хорошему. Бог с ними, с финансовым рынком, это вообще ни к чему хорошему в плане стабильности и геополитики, глобальной экономики не приведет. Но все-таки эти сообщения, они действительно заставляют оставаться в таком состоянии подвешенной неркозности, напряженности, и именно этот новостной фонд пока не позволяет нам вернуться к покупкам доллара. Я думаю, что все-таки образумится обе стороны, конечно же, обойдутся без вот этих острых высказываний, такого же поюдного характера. Надеюсь, что и Трамп перестанет травить, опять же, вот эти истории через свой твиттер, опять же, последний твит о том, что первым его распоряжением, когда он стал президентом, стала проверка состояния именно ядерного, потенциала ядерного арсенала Соединенных Штатов Америки, проверка на способность противостоять угрозам 21 века, вселять панику для противников и их уверенность для, соответственно, союзников. Вроде бы как даже модернизировали, но это те самые твиты, которые на фоне угроз со стороны Северной Кореи действительно указывают на то, что обе стороны находятся в состоянии положенной агрессивности, слава богу, что пока только словесной, и пока что, скажем, еще можно включить сзади, но здесь я в хорошем смысле этого слова, и спустить вот эту ситуацию на тормозах, стабилизировать отношения, ну или, по крайней мере, не трогать друг друга. Я надеюсь, друзья, что случится это в ближайшие дни, поскольку остаюсь, возможно, одним из самых больших оптимистов на финансовых рынках, и надеюсь, что в ближайшие дни, в идеале бы уже к пятнице, вернуться к росту доллара, который еще ориентируется на мощную поддержку, которая должна прийти со стороны, собственно, данных по инфляции. Фонд против американца. Котировки 1,2998, то есть так же, как и держались ниже отметки 1,30, сейчас продолжаем это делать. Фонд резонирует, опять же, на мягкую риторику гуманитарных властей и на сообщение от правительства Англии о том, что вопрос с траншем, как исполнение фискальных налоговых обязательств перед Еврогруппой на сумму, уже какая только сумма не называлась, и 50, и 40, и 30 миллиардов евро, это на тот транш, который под вопросом, даже несмотря на то, что сама Тереза Май прекрасно понимает, что придется говорить, как минимум, о ненулевой сумме, потому что в противном случае ситуация такая, не останется переговорский процесс, так и останется в тупике, что приведет, в конечном счете, к еще большей потере очков репутации для Терезы Май, потому что и без того недовольство растет. Мы вчера с вами говорили про результат опроса, 61% вообще считают то, что тактика Терезы Май абсолютно не дальновидна. И я думаю, что как минимум ситуацию эту усугублять не нужно, но Терезы Май в любом случае виднее, по крайней мере сейчас через те этапы переговоров, точнее отсутствие какого-то прогресса по этому переговорческому процессу, связанному с Брэзитом, у нас есть масса возможностей и масса аргументов продавать, что мы, собственно, и делаем. Сегодня в 11.30 статистика по промышленному производству Англии. Ну, смотрим за очередным релизом, как и всегда, видя и понимая, с чем сталкивается промышленность после Брэзита, понимая, насколько, скажем, промышленность сейчас уязвима также из-за низких показателей внутреннего спроса, из-за потери импульса для роста потребительской активности, а это все следствие роста инфляции, а рост инфляции – следствие ослабления валюты, которая, в свою очередь, является причиной Брэзита. Это все взаимосвязанные события, ну, это старый, добрый, классический фундамент, который позволяет нам, и уже давно позволило сделать ставку на ослабление этого инструмента. Фунт мы с вами исцелим, как минимум, до отметки 1.27. Евро без изменений 1.17.37. То, что европейская валюта вошла в фазу не только коррекции, а, может быть, даже зарождение нисходящего тренда, у меня есть в этом большое подозрение, точнее, уверенность, то, что евро развернулся. Давно уже было пора это сделать. Хорошо, что мы не добрались до каких-то совсем немыслимых уровней 1.20. И даже несмотря на то, что сейчас вероятность, скажем, движения вверх и вниз имеет абсолютный баланс, равновесие, то есть 50 на 50, отталкиваясь, исходя из фундамента, никакой техники сюда и позиционировать, если не пульсовать, европейская валюта должна снижаться. Я благодарен последнему прогнозу Bank of America о том, что по их отчетам и данным, той статистикой и big data, которые они обладают по состоянию позиций и активности тех же самых хэш-фондов, которые они курируют и следят за деятельностью. Сейчас очень многие начинают большие, скажем, трейдеры, инвесторы продавать ту ралли, которая состоялась. Конечно же, это предпосылка для снижения евро, но будем надеяться, что эта предпосылка еще усилится после симпозиума Джексон-Холли, на которой лично я делаю очень большую ставку, потому что рассчитываю, что Марио Драки еще раз уже во всеуслышание всем без исключения даст понять то, что ЕЦБ пока что неразрывно связан с теми экономическими стимулями, которые действуют в рамках экономики еврозоны. Австралийцы снижаются. На комментариях, помните, заместитель управляющего Резервного банка Австралии Кента о том, что обменный курс стал проблемой для экономического роста. Друзья, сегодня уверен, что то же самое будет сказано и руководителем Резервного банка Австралии Филиппом Гловой. Правда, не сегодня. Его выступление состоится в 2.30 по московскому времени, то есть уже с четверга на пятницу. Если торгуете австралийцем, тогда имейте в виду, что волатильность будет большой. Но я могу вас успокоить, что эта риторика больше способствует ослаблению австралийца. Даже если каким-то чудом с текущих котировок 0.78-0.73 австралийца снова начнет расти, это все равно будет предел, потолок сопротивления 0.80, которое уже отмечено как то самое, когда стоит отбиваться, поскольку дальше уже это проблема для инфляции и, соответственно, для экономического роста. По Резервному банку Новой Зеландии у нас ставка без изменений. Несколько часов назад состоялось заседание. Мы с вами хотели подорговать этой валютой, изначально рассчитывали увидеть ослабление и все правильно сделали, потому что ставка не изменилась. Да и во время, собственно, пресс-конференции, видер, который является в руководителем Резервного банка Новой Зеландии, отметил, что политика останется такой же мягкой, собственно, как и у Резервного банка Австралии, поскольку эта политика направлена на предотвращение будущих рисков и текущих уже в рамках экономики Новой Зеландии. И еще один, наверное, один из самых определяющих аргументов, то, что очень много опасений было высказано по поводу роста инфляции. А инфляция, она напрямую влияет на показатели по процентным ставкам. То есть, если есть сигналы, указывающие на то, что инфляция не просто будет постепенными, медленными темпами двигаться к цели, а даже претендовать на ослабление, тогда политику не корректируют, либо, напротив, даже снабжают общественность заявлениями о том, что она может стать еще более мягкой. Как это проявится в курсе валюты? Конечно же, через ослабление. И, собственно, эту слабость мы уже сейчас и наблюдаем. По остальным инструментам, без изменений, без роста доллара, мы не сможем вернуться к коррекции золота. Сейчас золото, как еще один защитный инструмент, пользуется повышенным спросом. Котировки по этому инструменту – 1276,77 долларов за тройскую умсу. Американский фондовый рынок на отметке 2466 на пиках. С одной стороны, пики свидетельствуют о том, что рынок все больше начинает озадачиваться фактом чрезмерной перекупленности фонды, а с другой стороны, это еще и подтверждение того, что рынок продолжает копить силы для того, чтобы показать еще более высокое восходящее движение, но для этого нужно дополнительное топливо. Конечно же, если мы в эту пятницу столкнемся с разочаровывающим отчетом по инфляции, и если ситуация, связанная с Северной Кореей и США, останется, по крайней мере, в таком векторе обсуждения, как и сейчас, тогда американский рынок закроет эту неделю не на самых высоких уровнях и могут распродажи даже составить процент чуть больше. О каких-то более динамичных движениях говорить не будем. В отношении американских фонды, друзья, я пока рекомендую все-таки не покупать и в целом даже не продаваться в ожидательную позицию. Вы помните, мы уже очень неплохо прокатились по этому рынку, достигли нашей планки 2450 пунктов, долго к ней шли, вымочили, все-таки выставили у этой секции это сопротивление, переписали исторический максимум, зафиксировали пройдут и должны были успокоиться. То, что сейчас есть желание поторговать, это, конечно же, то желание, которое изначально должно быть соотнесено с очень большими рисками, потому что американский фондовый рынок находится в том состоянии, при котором, если трейдеры поверят в его серьезную перекупленность и осознают, что это дутый пузырь, корейца будет существенной. Ну, это 10%, без плеча вы представляете, даже 10%, насколько это существенная потеря для депозитов. Я очень хочу, чтобы на этом потенциальном постмажире рыночном оказались вы в рынке и очень хочу, чтобы оказались не в том направлении. Друзья, собственно, на этом все. Из отчетов в 11.30 у нас данные по промышленному производству Англии, это 15.30 индекс цен производителей США, отчет, который предваряет будущие показатели по инфляции. Здесь тоже ожидание роста базового индекса цен производителей на 0,2%. Если отчет оправдается и прогнозы будут действительно соотноситься с тем показателем, который мы увидим, доллар должен показать хоть какое-то восстановление и лучше точно претендовать на движение выше 110 против иены. Также в 15.30 еще первичные заявки на пособие по безработице. В 17.00 у нас выступление одного из представителей ФРС Датли, который обычно радует нас жесткими комментариями и традиционно поддерживает доллар. Ну, может быть, и в этот раз тоже его выступление не станет исключением. Мы в 2.30 уже переходим с четверга на пятницу. Выступление руководителя резервного банка Австралии Филипп Ахлоу, который может стать причиной резкого ослабления австралийца. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.